Утро в детском саду «Брусничка» началось с игры «Путешествие в страну чудес». В гости к малышам пришли представители экспертной комиссии. Занятие проходит в рамках методического марафона. Чтобы познакомить детей с окружающим миром, пробудить в них познавательный интерес, воспитатель подготовил для них ряд экспериментов. Малыши узнали, что при помощи краски вода меняет свой цвет, а из мокрого песка можно лепить фигурки. После все садятся за стол, чтобы увидеть, какие еще чудеса таят в себе подручные предметы. Третий опыт наш был посвящен рисованию на листе бумаги с помощью губки, где мы заранее нарисовали свечкой кружочек. И детки потом начали рисовать губкой краской, и кружочек, получается, у нас остался на листочке незакрашенным. В четвертой школе на информатике ученики изучают всемирную паутину как информационное хранилище. Учитель выбрал тему для открытого урока, исходя из того, что виртуальное пространство стало неотъемлемой частью нашей жизни, и полученные знания будут полезны для ребят. В ходе занятия школьники, разделившись на группы, ознакомились с основными понятиями всемирной паутины, программами для доступа в интернет и поисковыми системами. Завершился урок пятиминуткой информационной безопасности. Мы должны понимать и нести ту ответственность, когда уже вступаем в контакт с виртуальным миром. То есть на данный момент мы сами понимаем, что существует множество угроз для пользователей в сети интернет, также мошенники, которые могут обмануть пользователей. И, соответственно, дети должны всегда это знать и понимать, и нести тоже некую ответственность за распространение какой-либо информации, прежде чем также и пользоваться. Как хорошо мы друг друга знаем. На этот вопрос искали ответ на уроки английского языка в первой школе. Ученики из двух четвертых классов составили схему в виде ромашки из прилагательных, описывающих качество хорошего друга. После ребята задали друг другу вопросы об интересах и хобби. Результаты БЛИЦ-опроса проанализировали и занесли в пирамиду. На верхушке разместились наиболее популярные увлечения. Нужно брать какую-то коммуникативную тему, которая пригодится ребятам и в реальной жизненной ситуации. Для этого, собственно говоря, и учится иностранный язык, чтобы ребята могли его использовать в своей жизни в последующем, в дальнейшем. Поэтому остановилась на такой теме, как хорошо ребята знают друг друга. Тем более, это, мне кажется, очень интересная тема, поговорить о хобби, об интересах. В седьмой школе на уроке математики второклассники проходили единицы времени – одного из главнейших ресурсов в жизни человека. По мнению педагога, изучать математику необходимо на практических примерах. И для постижения этой точной науки на занятиях применялись современные технические средства. Ребята решали задачки в стиле игры, кто хочет стать миллионером, приседали на время, а в конце занятия составили схему с перечислением всех основных единиц – от секунды до века. Ребятам было интересно, мы поработали, поняли для себя, что длиннее протяженность минуты или секунды, и на себе испытали, сделали приседания, сосчитали примеры. Всего в рамках методического марафона в Губкинском проведено 16 открытых занятий. Такие уроки – одна из самых эффективных площадок для обмена опытом в образовательных учреждениях, поскольку в ходе неё педагоги могут продемонстрировать коллегам результаты своего поиска новых методов преподавания и передачи знаний своим ученикам. Валерий Усманов, Денис Вельков, Илья Квасов. Новости Губкинского.